Приветствую вас! Есть два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент касается того, что вы имеете жертвенную модель. Поведение, т.е. у вас очень жертвенная позиция по отношению к себе. Вам как-то так получается, что все должны, вам как-то так получается, что должны помогать. Вот, как-то так получается, что люди должны относиться к вам определенным образом. Хотя нет абсолютно никакого, так сказать, предписания. Нет никакого предписания людям с вами общаться так, как вы хотите. Это очень, на мой взгляд, важный момент. Вот, потому что ваши ожидания, которые имеют место быть, они, ну, ничего хорошего вам не дадут. И дать, в общем и целом, не могут. Это первый момент, который я хотел вам показать. Второй момент, значит, то, что вы не имели изначально своей собственной цели. То, что вы не имели изначально своего собственного дела, а почему-то ориентировались исключительно лишь на другого человека. В частности, на своего гражданского, заметьте, мужа. То есть, вы 20 лет, 20 лет почему-то жили с гражданским мужем, не сделав его официальным мужем, не став для него официальной женой, родили почему-то ребенка в гражданском браке. То есть, у вас нет цели, у вас нет своего какого-то жизненного, даже не плана, а ориентира. У вас нет своей линии поведения, и вы не защищаете свои интересы. Тот факт, что вы 20 лет прожили с гражданским мужем, говорит о том, что у вас заменительная сумма цель. Потому что вы оцениваете себя ровно настолько, чтобы 20 лет жить в гражданском браке. Не пытаясь себя защитить финансово, не пытаясь себя защитить материально и так далее. То есть, в некотором смысле, вы не несете и никогда не несли, возможно, по причине родителей, ответственности за свою жизнь. Вы пишите, вы пишите, вам так, щас, щас, где, где, где-то, а вот, вот. Вы пишите, мне 40 лет, 20 лет вы жили с гражданским мужем, значит 20 лет вы вышли замуж. Почему так рано? Сейчас, как бы, почему нельзя было достичь чего-то своего, почему нельзя было получить профессии, достичь карьерного роста, там, получить какое-то место в обществе, что-то, значит, состоять как личность. Почему? Вот на этом нужно заострять свое внимание. То, что вы делаете, вы требуете от других людей. Вы ждете постоянно чего-то от других людей. Да, вы не зависели от родителей, но вы были зависимы от гражданского мужа. Зависимость, это все равно, от кого вы зависимы. Она просто есть. Почему-то вы считаете, что ваши родители должны вас принять. Почему-то вы считаете, что мама должна за вас заступаться. За вас, взрослую женщину. Почему? Когда у вас уже есть ребенок, и вам за ребенка уже нужно заступаться. Вам его нужно обеспечивать. Ребенка. Ребенка, я имею ввиду. Ребенок, вы говорите, я потерял работу на условиях гражданского мужа, чтобы сидел и занимал руки. Тут момент какой. Если бы ваша работа была для вас действительно чем-то интересным, если бы ваша работа была для вас действительно чем-то важным, никогда бы вы ее не потеряли. Почему? Потому что это было бы дело вашей жизни. Вот у мужа дело его здесь есть, а у вас почему-то дела в своей жизни нет. Вот хочется спросить вас, почему так? По какой причине? Так. Хочется спросить, а какие у вас ценности? Общие ценности жизненные, какие? Вы пишите, мне очень трудно восстановиться, но понимание и помощь от родителей, я не увидел, а должны были. Но из чего мы взяли, что родители должны вам помогать и понимать? А самое главное, могут ли они помочь? Могут ли они? Понятно. Далее. Вы пиздец пытаются сдраться на работу, но не могу себя собрать из-за холода родных. Это детская позиция. Потому что на работу вам нужно А. для того, чтобы реализовывать себя и свои ценности. Б. чтобы обеспечить себя у ребенка. В. чтобы не заняться от родителей. При чем здесь холод родных? Это просто отговорка. Это просто оправдание того, что вы не хотите работать. Это просто оправдание того, что вы не хотите обратно себе ответственности. Это оправдание того, что возможно вы боитесь самостоятельности. Мне родная седра, все жизнь меня не любила, а мстила не знаю за что. А к вам это какое отношение имеется? Мне не хочется жить. Правильно? У вас нет цели. И что интересно, вас даже ребенок не мотивирует. Хочется спросить, а как вы относитесь к ребенку? Что ему? Седра настраивает моих родителей против меня и моих бывшим мужем гнобит. Ну во-первых, бывшего гражданского мужа быть не может. Потому что гражданский муж это иллюзия. Гражданский муж это не муж, это сожитель. Мужа бывшего, бывшего вас нет, а с вас мужа не было никогда. Семьи вас нет, потому что семьи вашей у вас не было никогда. У нас есть только сын. Далее. Понимаете, настроить родителей против вас конечно можно. Но гнобить вас можно только при том условии, если вы сами позволяете людям это делать. У меня вопрос, почему вы воспринимаете отношение к себе, сестры и гражданского мужа, для простоты я буду называть его так, как гнобление. Всем вас это задевает. Пытаются решить за меня вопрос о встрече моего сына с моим гражданским мужем. Помогите, я не хочу жить. А в чем вам помочь? Я честно о предательстве моих родных. Вы неверно понимаете предательство. Ваши родные не раскаиваются в том, что они сделали. Значит они не предательства. Значит это просто люди со своими интересами. А предательством вы называете то, что как вы их представляете. Предателями их делают ваши ожидания, ваши потребности. Но от этого более предателями они не становятся. Далее. В трудную минуту они протянувших руку помощи. А они должны были? Опять. С мужем мы работали оба. Да, но вы работали для него. А он работал для себя. В этом вся разница. Вы поставили себя ниже. Вопрос в том, почему. Я пытался ему помогать в своем становлении. А в своем? А в своем становлении вы почему себе не помогали? Как можно помочь кому-то в становлении себя, если вы сами себя не поставили? Дальше. Не думала о своем жилье и о себе. Почему? У родителей имеют долю от жилья. А этого к чему? Опять. Ну в теории вы можете ее выкупить. В теории. Это единственный выход. Вы можете выкупить. Либо потребовать деньги. С них. Но это через сорт. Насколько я знаю. Вот так. Почитайте в интернете про игру, которая называется «Да, но». Почитайте. Я думаю, это будет полезно вам. На этом все. Обращайтесь, если будет желание поработать. Вам нужна терапия, вам нужна психотерапия. Определитесь с запросом, в чем конкретно вы хотите помощи, что конкретно вы хотите поменять, потому что исходя из вашего текста непонятно. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...